Приветствую вас. О мужчине можно сказать два основных момента. Первое, то что человек не до конца отпустил своих женщин, то есть не до конца, условно говоря, их забыл, не до конца завершил с ними отношения. Вот, это первое. И второе, то что человек самих женщин воспринимает исключительно как женщин, потому что общается он, в том числе и с вами, на свидание. Свидание, первое свидание, если это именно вот что, первое, первый такой, ну можно сказать, фактор общения. Вот, свидание означает, что человек не воспринимает женщин как личности в силу того, что не общается с ними где-то вне свидания. То есть у него нет в окружении. А у женщин, которые были бы для него именно что личностями. Вот. Ну и, в своей стране вы, если для вас свидание, вот, ну, такого рода, являются так же, единственным способом взаимодействовать с мужчинами, то вы, в принципе, тоже в мужчинах можете не видеть личности. Вот. Хотя, ну, понятно совершенно, что не обязательно, не обязательно это, что должно быть так, вот, но, тем не менее. Вот, вот, в принципе, то, что можно сказать про мужчин, про мужчин. Ну и, да, скорее всего он будет сравнивать, скорее всего он будет, мужчина, я имею в виду, будет сравнивать, вот, вас с другими женщинами в случае чего. И, скорее всего он, как-то вот эмоционально, да, там предрасположен к каким-то вещам. Вот. Соответственно, человек не может аутентично воспринимать своего, своего партнера. А вот, вполне одно, не символы, может быть, друзей, не хватает просто, это, уже, такая, больше из пальцев высвена история, потому что, может, да, можете не отноваться, то в любом случае волноваться не должно. Ну, если вы не будете делать, то, что здесь в любом случае, вот это, после чего работая мусина, да и умом, так ли, о, Windship и, как его бросают его, чтобы поисать, ну, значит, заман. Вряд, вряд ли сама догадается, да и в принципе не должен нам догадываться об этом сам, вот, потому что решать себя и оставить свои интересы, это ваша, на мой взгляд, прерогатива, а не прерогатива мужчины. Вот, но что же вы спрашиваете, у нас об этом, может, свидетельствуют о некой тревожности, неуверенности, страхе ваших, ваших страхах. Вот, и на мой взгляд, было бы лучше, если бы, ну, если бы мы это разобрали бы с вами, если бы мы этого хотели бы с вами, да, вот, потому что, я думаю, что это уже не первый раз, и когда вы ходите на свидание, у вас что-то не получается, вот, поэтому, будет лучше, если вы разберетесь с этим, да, и, например, гармонизируйте свое поведение немножко, ну, подкорректируйте его, вот, не обязательно, чтобы, прям, так, глобально, просто, чтобы, ну, немного лучше, немного лучше, может быть, понимать, а, чего я вообще, что, из чего я вообще хотел. Вот, тогда вам будет легче, и, возможно, спрашивать у психологов больше не придет, как, как и, ну, как что делать. Вот, такая история, в принципе, я думаю, что на этом, в принципе, все, на этом можно закончить. Мой ответ, я надеюсь, что для вас это было полезно очень, надеюсь, что вам это было полезно. Понятно, что информации достаточно мало, понятно, что мало информации, понятно, что нужно, нужно, ну, нужно более подробно поисследовать ваши ситуации, вот, нужно более подробно ее изучить, вот, это понятно. Безусловно, но, пока что я могу вам дать ответ именно такой, наверное, вот, пока что могу дать вам ответ именно такой. На этом все, если вам понравился мой ответ, буду очень благодарен, за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что эта ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...